Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Наши сегодняшние гости сотрудница одного из самых известных музеев региона. Прекрасный экскурсовод и рассказчик. Знакомьтесь. Татьяна Алексеевна Шода, главный хранитель фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Работает в музее с 1976 года в должности главного хранителя фондов с 1990. В 1983 году заочно окончила Гомельский государственный университет. Возглавляла рабочую группу по разработке концепции создания музейных экспозиций после завершения реставрации дворца Румянцевых и Паскевичей. Принимала активное участие в ее практической реализации. Является автором публикаций в средствах массовой информации по вопросам краеведения и музейного дела. Награждена многочисленными почетными грамотами и благодарностями, а также нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь за укладу развития культуры Беларуси. На вопросы, которые касаются деятельности музея, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, Ольга. Я рада вас видеть, и я уверена, что вы приготовили для нас множество интереснейших историй. Но прежде чем мы приступим к беседе, давайте посмотрим короткий анонс событий этой недели. В первую среду каждого месяца председатель Гомельского облсполкома Геннадий Михайлович Соловей проводит личный прием граждан по предварительной записи. Очередная встреча с жителями региона запланирована на 6 ноября. 7 ноября один из ведущих музеев Республики Беларусь, музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля, будет отмечать столетие. В плане юбилейных мероприятий – международная научно-практическая конференция, торжественная церемония с участием официальных лиц и концертная программа. 7 ноября представители Коммунистической партии Беларуси проведут митинги и возложат цветы к памятникам Ленину в честь 102-й годовщины Октябрьской революции. В Беларуси 7 ноября является государственным праздником и выходным днем. 7 ноября состоятся выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. От нашей области кандидатами выдвинуто 8 человек. Список опубликован на сайте Центра Сбиркома. Речица в этом году станет площадкой главного фестиваля хлеборуба в Гомельской области «Дожинки-2019». Районный центр ждет гостей в пятницу 8 ноября. Именно столетнему юбилею музея Дворцево-паркового ансамбля будет посвящена наша сегодняшняя беседа. Татьяна Алексеевна, вот каково это – работать во дворце? Вы знаете, Ольга, работать во дворце – это подарок судьбы. Ведь ты осознаешь, что ты работаешь в самом главном культурном учреждении нашей области – Республики Беларусь. Музей для меня, прежде всего, это любимая работа. Когда-то Конфуций сказал так – выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Иногда думаю, как хорошо, что после школы я не поступила на юридический факультет, куда собиралась со своим юношеским максимализмом. А вы прямо после школы пришли в музей и остались? Да, вот не поступив на юридический факультет, я пришла работать в музей, но все равно у меня были такие мысли, что пройдет год, я опять буду поступать. Но вы знаете, я благодарна директору музея Людмиле Ивановне Шиловичу, которой уже нет. Она спросила у меня, когда уже проработала где-то до весны следующего года, когда вот эта компания уже для поступлений начинается. И она спросила, как твои планы, Татьяна? Я говорю, ну, буду опять поступать. Она говорит, ну, а если опять не поступишь? И она мне объяснила очень доходчиво, что поступить на юридический факультет после школы – это практически невозможно. Но, если честно, меня уже даже и уговаривать не пришлось, потому что я уже влюбилась в музей, и я понимала, что мне здесь работать очень нравится. Определились со своей дальнейшей судьбой. Да. Что вам больше всего нравится во всем дворцово-парковом ансамбле, который, конечно же, не только дворец и далеко не только музей, которые, кажется, больше? Дворцово-парковый ансамбль – это памятник истории, культуры. Вы знаете, когда я пришла работать в музей, в это время, как раз это были 70-е годы, популярно было творчество Клавдии Ивановны Шульженко, в ее репертуаре песня «Старый парк». И мне тогда казалось, о чем, о каком парке эта песня. Думалось, наверное, о нашем. Почему-то вот интуитивно я не ошиблась, потому что на самом деле эта песня родилась после того, как Клавдия Ивановна побыла в Гомеле на гастролях, побывала в нашем парке. И об этом она пишет в книге своих воспоминаний «Когда вы вспомните меня». Какая великая честь оказана нашему парку, потому что народная артистка Советского Союза Клавдия Ивановна Шульженко за свою гастрольную деятельность побывала практически во всех, наверное, городах Советского Союза и видела очень хорошие парки. Потому что для меня это особый объект, особый объект, сам дворец. Ну и, конечно, парк, когда идешь на работу, и ты понимаешь, что ты, по-моему, этого уголка еще не видел, хотя уже много лет. Вот это продолжается. Для меня и дворец – памятник, и старый парк – это тоже своего рода памятник. И, конечно, в музее под открытым небом, коим является дворцово-парковый ансамбль, это те деревья, которые много повидали на своем веку, перед которыми хочется остановиться, подумать. Да, и в каждую пору года это все выглядит по-разному, но одинаково потрясающе волшебно. А в самом музее у вас есть любимый экспонат? Ну, работа главного хранителя, она, прежде всего, ответственна. Свыше 170 тысяч музейных предметов в нашем собрании, которые входят в состав Музейного фонда Республики Беларусь. В каждой коллекции есть какие-то предметы, но которые особо, вот особо как-то по душе. Ну, и, наверное, я, наверное, все называть не буду, но отвечу на этот вопрос так. Вот в коллекции иконописи, скажем, самым любимым музейным предметом является икона «Святой Николай Чудотворец», которая бытовала в семье моей бабушки, и икона, которая называется «Богоматерь достойна есть или милующая». Дорогие ваше сердце. Татьяна Алексеевна, мы предложили гомельчанам продолжить фразу «Гомельский дворцово-парковый ансамбль – это». Или поделиться, что для них значит этот прекрасный уголок города Гомеля. Интересно. Это место отдыха всех гомельчан и приезжающих гостей. Тут красота неимомерная, столько деревьев, само здание Паскевичей тоже прекрасно, и музей, и все. Так что это, правильно сказали, сердце Гомеля? Мы вообще с Ярославля приехали погулять с детьми. Красиво, еще осень такая, не как у нас, у нас снег, а тут еще листочки остались. Ну, так, коротко все. В музее были? Да, были в прошлом году. Ничего, красиво, познавательно, особенно для детей. Достопровечательностью является Гомеля, этот парковый ансамбль. Потому что он в таком месте, историческом месте, красивом месте. Очень хорошо представить, что было здесь, допустим, тысячу лет, пятьсот лет тому назад, когда вот эти огибают, это же овраги, где-то там болото были же. А это был оазис, и вот этот оазис сохраняется. Для отдыха, вот, чтобы с детьми погулять, душой отдохнуть. Дворцово-парковый ансамбль – это отличное место для отдыха. Ну, это память, история. Хороший парк, где можно вот посидеть, спокойно отдохнуть. У меня даже есть любимая белочка, которая даже с руками на орешки едет. Сам дворец, он нравится тем, что ты придешь, зайдешь во дворец, и совершенно попадаешь в такую новую обстановку, вот, и расслабляешься, смотришь, любуешься произведениями искусства, и становится на душе тепло и хорошо. Парк очень красивый, дворец очень красивый. Нравится мне, все здесь нравится. Старина навевает что-то такое. Исторический объект, очень красивый, и я здесь люблю бывать. Редко, правда, приходится. Но с удовольствием здесь бываю. Я думаю, что не может Гомельский парк и дворец кого-то оставить равнодушным. И нужно сказать, что к своему столетию музей подходит с заслуженным успехом и авторитетом. Он в пятерке самых посещаемых в стране. Более 300 тысяч человек каждый год приезжают, чтобы полюбоваться этой красотой, природой, архитектурой, творчеством. Насладиться, побывать в этой атмосфере, которую достаточно редко уже сейчас где-то можно встретить. Татьяна Алексеевна, а какой самый необычный отзыв вы слышали от туристов? Самый необычный, ну, пожалуй, вот такой. Однажды я пришла на работу, это было в 2016 году, и для меня была оставлена записка от нашей посетительницы, Кизарева Людмилы Алексеевны, жительницы города Люберцы Московской области. И она в этой записке писала, что она настолько восхитилась нашим музеем, что в следующий приезд в Гомель, а она планировала через год приехать в Гомель, она привезет нам в подарок старопечатную книгу. Так и случилось. В 2017 году Людмила Алексеевна привезла нам книгу «Псалтырь с восследованием» книгу 17 века, точнее 1632 года. Вот такой отзыв необычный. Это потрясающе, это же на самом деле реликвия, и семейная реликвия, и историческая ценность. Она сейчас хранится в фондах, выставлена? Да, она принята в музейный фонд Республики Беларусь, она вписалась в нашу коллекцию старопечатных книг, и это дорогой подарок, это 17 век. Ну, конечно, история дворцового паркового ансамбля началась не сто лет назад, а на полтора столетия раньше, когда Екатерина II подарила фельдмаршалу Петру Румянцеву Задунайскому деревеньку-местечко под названием Гомий. И на крутом берегу реки началось строительство дворца в стиле русского классицизма. Какое счастье, что он с благодарностью принял этот подарок, и что не обошел вниманием это прекрасное место, благодаря этому сегодня у нас есть такая великая достопримечательность. И у города Гомеля действительно есть свой культурно-исторический бренд. Как строился дворец? Это был стиль той эпохи, это было модно тогда, да? Именно вот такие сооружения возводить для личного имения богатыми людьми? Да, с воцарением Екатерины II рождался стиль, который назывался русский классицизм. Вы правильно сказали, что как хорошо, что Петр Александрович еще не отказался от подарка. И несмотря на то, что он был человеком занятым, потому что все-таки военный деятель, но буквально уже через два года он начинает тему строительства дворца. На крутом берегу реки Сож началось возведение Гомельского дворца. Строился он, понятное дело, в силе русского классицизма. К сотрудничеству он привлекал, я имею в виду, Петра Александровича, известных архитекторов. Руководил работами архитектор Карл Иванович Бланк. К сожалению, мы не знаем имя автора проекта, но предположительно автором проекта является Иван Егорович Старов. Это имя называет белорусский архитектор Валерий Францевич Морозов, который более 20 лет с лишним изучал вообще тему, историю создания дворца. Строительство дворца было завершено в 1796 году. Вы знаете, как в судьбе человека случая Его Величества может стать определяющим, так и вот в жизни, наверное, населенного пункта, в частности нашего города, этот случай тоже сыграл свою роль положительную, потому что дворцу, который принадлежал Петру Александровичу Румянцеву на правах частной собственности, суждено будет на века стать самым величественным сооружением в нашем городе, а еще доминантой его самой главной достопримечательности – дворцово-парково ансамбля. Ну, а тогда это было просто частное имение, и его владельцы жили, как и было принято в те времена, богатым людям. Они собирали предметы искусства, они собирали библиотеку, они устраивали какие-то званые вечера, принимали именитых и богатых людей своей эпохи. Расскажите, пожалуйста, нам об этом периоде, который еще до описываемых событий, до музея. Ну, если мы возьмем даже вот такой временной период – 100 лет, то мы попадем в эпоху, датированную 1819 годом. В это время Гомельское имение принадлежит сыну уже Петра Александровича, Николаю Петровичу Румянцеву. Этот человек был известен в российской истории как министр иностранных дел, государственный танцлер. Да, это очень влиятельный человек, но к тому времени он уже был в отставке. И в 1819 году проходили работы, благодаря которому Гомель преображался. Николай Петрович Румянцев принимал в этом самое активное участие. 1819 год – это завершение строительства Петропавловского собора. Это разбивка центральной площади, реконструкция центра Гомеля. Это закладка тех улиц, которые станут основными магистралями исторического центра нашего города. Строились учебные заведения, учреждения здравоохранения. Что касается дворца, то в этот период к дворцу были пристроены два флигеля, слева и право, которые носили чисто хозяйственное назначение. Николай Петрович Румянцев был известен, кроме всего прочего, он был известен как собиратель старинных вещей. Он возглавил в свое время румянцевский кружок. Это его единомышленники, которые собирали те предметы, которые могли кануть в лету. Это те историко-культурные ценности, которые нужно было сохранить. И, кстати, что касается нашего города, то здесь тоже, судя по документам, у Николая Петровича Румянцева случались такие очень интересные события в его собирательской деятельности, когда его коллекция пополнялась удивительными артефактами. Достаточно назвать «Добрилово Евангелие» рукопись XII века, которое им было приобретено в 1822 году. Где? В Гомеле. И в этом же 1822 году, судя по документам, он был богатым на накопки, два клада в Гомеле нашли во время приземляных работ. Когда ведутся земляные работы, удел кладов открыться людям наконец-таки. И тогда это произошло. Николай Петрович Румянцев, вот все то, что собирал здесь, можно предположить, что оно находилось временно пока во дворце. И, возможно, тогда во дворце впервые вообще прозвучало, слово «музеум». Николай Петрович Румянцев любил наш город. Много полезного он сделал для него. В своем завещании он просил, чтобы его похоронили в Гомеле, в соборе святых Петра и Павла. Он скончался в Санкт-Петербурге в 1826 году. Брат его, Сергей, выполнил завещание, привез Николая Петровича сюда. Он был захоронен в соборе святых Петра и Павла. Сергей на короткий период унаследовал гомельское имение. С 1834-го хозяином становится Иван Федорович Паскевич, граф Риванский, светлейший князь Варшавский. Иван Федорович тоже был, как и Петр Александрович, тоже военным человеком. Но вот в 1835 году он решил все-таки проинспектировать свое гомельское имение. Приехал, чтобы узнать, что это за имение, что ему принадлежит. Управление осуществлял он через дальнейшем, через управляющих гомельским имением. Тоже уделял внимание развитию города за парковой оградой. Кстати, вскоре, после того, как он стал хозяином гомельского имения, он приглашает к сотрудничеству известного польского архитектора Адама Ицковского. Почему польского? Потому что он был наместником царства польского, Паскевич, и, наверное, восхищался парком в Лазенках, дворцом на воде, и понимал, что это профессионально все сделано. И поэтому он пригласил Адама Ицковского. А тот, в свою очередь, приехал и увидел, что Господь Бог, природа, она подарила городу великолепные ландшафты. И тут нужно лишь красивость и пригожество придать вот этой территории, а все уже сделано. Ну, в общем, Адам Ицковский поработал над этой темой. И, по сути дела, при Иване Федоровиче Паскевиче появляется дворцово-парковый ансамбль в классическом варианте. Иван Федорович Паскевич, кроме всего прочего, я уже сказала, он уделял внимание городу. Но, опять-таки, продолжало строительство дворца, то есть расширялся он в своих объемах. В 1848 году была пристроена башня по проекту архитектора, того же Адама Ицковского. Иван Федорович скончался в 1856 году. Имение Гомельское унаследовал его сын, Федор Иванович Паскевич. Федор Иванович Паскевич, он одно время был генерал-адъютантом у императора Александра II. Женат он был на Ирине Ивановне, рожденной Воронцовой-Дашковой. Но так случилось, что он молодым ушел в отставку, им было всего лишь 43 года. Но больше внимания мог уделять своему гомельскому имению. Ну и хочу сказать, что не случайно, наверное, присваивают звание почетный гражданин города Гомеля. А вот Федору Ивановичу в 1888 году такое звание было присвоено, опять-таки, за то, что уделялось внимание развитию города. Ну и, конечно, вот тому наследие, которое он получил, дворцово-парковому комплексу. Кстати, в нашем музее хранится книга почетных посетителей. В ней оставили свои автографы русские императоры, в их числе Александр II и Мария Александровна. Встречал уже этих высоких гостей Федор Иванович Паскевич. Вот Федор Иванович Паскевич и готовился ко встрече. Поэтому в это время залы дворца, ну, они, так сказать, преобразились. Был проведен роскошный ремонт. И, естественно, все это делалось и для того, чтобы встретить высокого гостя, но и для того, чтобы дом выглядел именно так. И именно впервые при Федоре Ивановиче Паскевиче опять-таки вот эти музейные нотки зазвучали в убранстве зала, в дворца, скажем, Белая Гассина. Здесь была четкая тема подарки знатных людей и Паскевичам, императоров российских, западноевропейских, папы римского Пея VII и так далее. Ну и дальше, если мы пройдем по галереи в башню, в башне тоже залы носили мемориальный характер. И сын посвятил их своему отцу. Даже музейное оборудование, как бы мы сказали, использовалось. Это витрины, это шкафы, это рамки, это музеатические столики. Иван Федор Иванович Паскевич был коллекционером. Он знал толк в вещах. И, кстати, посетители, которые придут к нам в музей, они могут видеть некоторые предметы, которые занесены в каталог предметам искусства, принадлежавшим Федору Ивановичу Паскевичу. Скончался Федор в 1903 году. Следующим владельцем гомельского имения стала Ирина Ивановна Паскевич. И вот вы знаете, незадолго до Первой мировой войны гомельское имение княгини Паскевич и великолепный дворец посетил российский искусствовед Георгий Лукомский. Потом он в весьма престижном журнале «Столица и усадьба» напишет статью о том, что он увидел в гомельском дворце. И в конце он будет писать такие строки. «Хотелось бы, чтобы будущий счастливый обладатель этой сокровищницы отнесся так же, как это все было бережно хранимо, собрано и хранимо Паскевичами». Ну и так уж по дальнейшему ходу событий, а я считаю, что оно было таким логичным, потому что музейное во дворце присутствовало всегда, во дворце был открыт музей. Это случилось 7 ноября 1919 года. Татьяна Алексеевна, а вот еще в тот период, когда уже после революции и событий 1917 года, но еще до определения экспозиции музея как о народной, государственной ценности, что происходило в это время во дворце? Вы знаете, да, революционные события, они влекли за собой смену строя, уклада жизней, ну и внимание ко дворцу было пристальным в то время. Даже с 1917 года он уже назывался Домом Советов. О том, что размещалось во дворце, об этом говорят документы архивные, размещался Полесский комитет РСДРП, здесь размещалась Гомельская ЧК, значит, 30 января, здесь можно было записаться для того, чтобы вступить в отряды для борьбы с Корниловским мятежом. А 30 октября, 12 ноября, по новому стилю, состояло заседание Гомельского совета, на котором была положена победа советской власти в Гомеле. В память об этом событии на фасаде дворца установлена была уже позже, в другое время, мемориальная доска. Потом была оккупация Гомеля немцами в годы Первой мировой войны. Об этом событии тоже рассказывают некоторые экспонаты, в частности, часы, которые были предложены музею в 1981 году с датчицей Райциной. И она рассказала такую легенду, что эти часы находились в семье, принадлежали ее отцу. А он в свое время, в 1918 году, приобрел эти часы в Гомеле у одного немецкого солдата. Почему мы так утверждаем, что эти часы именно из дворца? Потому что предметы, которые находились в дворце, они маркировались таким особым знаком – «П» под короной. И на этих часах есть вот этот знак. В январе 1919 года немцы покинули Гомель. Опять-таки, тема дворца и тому, чему быть во дворце, она обсуждалась. И было принято решение 21 марта, если я не ошибаюсь, 1919 года о том, что будет здесь открыт Дом пролетарской культуры с музеями, с библиотеками, с другими учреждениями культуры. Да, и это очередной такой счастливый случай, потому что, я думаю, что к предметам роскоши какой-то буржуазной не так уж и благосклонно относились те времена. И что и тогда нашлись люди, которые понимали, чего это все стоит, насколько все это ценно, и взялись это сохранять. Это тоже большое наше счастье. Но, конечно, потом была Великая Отечественная. И огромный ущерб был унесен и дворцу, и парку. И люди, которые, рискуя собой, все это сохраняли, это настоящие герои. Что об этом периоде можете рассказать? Кстати, вот на тему эвакуации ценностей, вообще так снят художественный фильм, не нашего музея, а просто другого музея, как образ, называется фильм «Спасти любой ценой». Когда я этот фильм смотрела, я проводила такую параллель между тем, что происходило в Гомеле и что показано в этом фильме. Вы знаете, очень много схожего. Татьяна Алексеевна, у нас есть телефонный звонок на линии. Давайте выслушаем нашего телезрителя, после продолжим. Здравствуйте, мы слышим вас. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Ирина, я хотела бы вопрос задать. Да, пожалуйста, пожалуйста. В 70-е, 80-е годы я была школьницей, активно посещала дворец пионеров. Вот меня интересует, а в те годы, когда мы танцевали в залах, занимались рисованием, интересовались жизнью других стран. Скажите, где находились все экспонаты, богатейшие коллекции? Интереснейший вопрос. Спасибо огромное. Спасибо большое. Многие поколения жителей Гомеля тоже наверняка задаются таким вопросом и задавались. А вот когда это был дворец пионеров, а что же, где богатства-то все были? Значит, если вы помните, Ирина, когда вы посещали дворец пионеров, слева и право от дворца пионеров в северном крыле и в башне находился наш Гомельский областной краеведческий музей. А фонда хранилища находилось в полуцоколе. Вот, полуцоколе. И поэтому многие предметы, которые находились в фондах хранилища, наши гомельщане видеть не могли. И скажу вам так, что мы всегда мечтали о том, когда центральная часть дворца будет передана музею, мы сможем развернуть свои музейные экспозиции. Ну, и вы же знаете, что дворец пионеров находится неподалеку. То есть консенсус был найден. Думали об этом, да? Да, конечно. Мы мечтали об этом, чтобы как можно больше музейных предметов можно было бы выставить, и чтобы у нас было достаточное количество выставочных залов, чтобы какие-то наши временные экспозиции могли тоже отражать тот спектр огромного музейного собрания, который мы по факту имеем. Я думаю, что пришло время нам ненадолго прерваться и посмотреть сюжет музея Дворцова паркового ансамбля. День сегодняшний, его история и перспективы развития. Наши корреспонденты порассуждали на эти темы. Выставку живописи «Окна дома твоего» в музее Гомельского Дворцова паркового ансамбля открыли в октябре этого года. В экспозиции около 60 произведений художников разных исторических периодов. Здесь картины с изображением окна, выступающего и главным героем, и в качестве фона. Без окон сегодня действительно никак. Они открывают людям мир, впускают свет и воздух, защищают от холода. Впрочем, для работников музея окно – не только архитектурное понятие. Все эти работы объединяет одна тема – окно. Такое короткое слово, но сколько оно вмещает в себя понятий. И чисто архитектурное – это окно в доме, это и философские, метафорические понятия. Окно – это глаза человека, того, кто живет в них. Очень много символических значений окон. И по ним мы можем судить о том, какие люди живут за границей этого окна. О том, как живет за границей окна музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля, лучше всех знают, наверное, его сотрудники. Хотя, по большому счету, тайной это не является. Во всяком случае, сегодня гомельчане открыты для всестороннего сотрудничества. Наш музей является очень активным в плане сотрудничества. Во-первых, мы являемся методическим центром для наших районных музеев. Мы очень активно сотрудничаем с нашими республиканскими музеями. И, конечно, у нас достаточно широкая география международных отношений. Вот буквально недавно мы подписали договор о сотрудничестве с музеем-заповедником «Ленинские горки». Это Московская область. Также наш партнер такой яркий, знаковый – это музей «Эрмитаж». В следующем году у нас будет новая выставка, на которую мы также приглашаем. Международным сотрудничеством является и участие наших научных сотрудников в различных конференциях научно-практических, в которых они выступают. К своему столетнему юбилею музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля подошел с совсем неплохими показателями. Всего одна цифра. Ежегодно его посещают более 300 тысяч человек, в том числе из дальнего зарубежья. Здесь готовы принять гостей из любой страны. У нас в музее проблемы абсолютно нет никакой. У нас все экспликации, все аннотации двуязычные – это русский и английский язык. Если касаться электронных аудиогидов, то у нас запись экскурсионная на четырех языках – русский, белорусский, английский и даже китайский. Я с полной уверенностью могу сказать, что музей Государственного историко-культурного учреждения Гомельский дворцово-парковый ансамбль – он инновационный, он новаторский, он где-то находится даже на грани между культурой и аттракционом. На советских музеях, достаточно скромных по современным меркам, выросло не одно поколение. Причем это не мешало превращать каждый поход в них в увлекательное приключение. Однако это не означает, что не нужно стремиться к лучшему. Особенно, когда в мире есть множество примеров гораздо более увлекательной организации музейного пространства. Прежде всего, должны быть интересные, необычные, интригующие анонсы и другая информация, которая поступает от музея в рекламных целях. То, что привлечет человека в музей. Возможно, должна быть какая-то интрига, что-то, что человека сюда притянет. И потом, после того, когда он увидит, что музей – это не просто скучная экскурсия, он захочет сюда возвращаться. Ну а для этого, конечно же, предполагается, что это должно быть качественно интересное событие. Мы такие события уже организуем. У нас есть и музыкальная жизнь. У нас проводится великолепная ночь музеев каждый год, которая, к счастью, в последнее время становится хитом и собирает, естественно, огромное количество людей. Мы проводим мастер-классы, мы проводим новогодние мероприятия. Я думаю, что это будет потихонечку развиваться, совершенствоваться, и все больше и больше людей захотят прийти в музей не просто для того, чтобы послушать скучную экскурсию. Если они не придут на экскурсию, это будет интересная, необычная экскурсия, которая им понравится, и они не заметят 2-3-4 часа в музее. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня главный хранитель фондов музея Гомерского дворцово-паркового ансамбля Татьяна Шода. Татьяна Алексеевна, до того, как мы перешли к сюжету, мы говорили о самом трагическом периоде его жизни, жизни всей страны в целом. Великая Отечественная война. Что тогда происходило? Насколько пострадал сам парк и дворец? Но люди же работали и сохраняли это богатство. Эвакуация ценностей началась в июле 1941 года. То есть сразу, как гомельчане узнали? Да, в июле 1941 года. И местом назначения был город Сталинград и Сталинградский областной краеведческий музей. Мы все прекрасно понимаем, какие события разворачивались в Сталинграде уже в 1942 году. Несмотря на то, что наши коллеги из Сталинградского областного музея предлагали максимум усилий, чтобы изберечь эвакуированные вглубь страны музейные предметы, в частности предметы нашего музея, потерь избежать не удалось. Увезли порядка 4,5 тысяч, а вернулось порядка 4 тысяч. Может быть, по военным меркам это немного. Просто предметы, которые содержали серебро, они были переданы на хранение в банк сталинградский. И в этот банк попала бомба. Те предметы, которые оставались в городе и не были эвакуированы, вот там потери более существенные для нашего музея. А было такое, что, казалось бы, навсегда утраченные предметы потом обретались? Ну вот, скажем, о часах я уже рассказала. В 1924 году на чердаке здания Бумтреста в Гомеле были найдены дуэльные пистолеты, которые тоже с маркировкой «П» под короной, вот из коллекции холодного огнестрельного оружия Паскевичей. В 1960-е годы из города Воронежа вернулась богиня Мир, которая когда-то была на могиле Николая Петровича Румянцева в соборе. Вот тоже богиню Мир не пощадила война, она вернулась израненной. Потом «Видите Флиса» картина в это же время, 1968 год. Ее находят в одном из домов, приносят к нам в музей. В ту пору сотрудники как-то, может быть, не совсем обратили на нее внимание. Она была такая, миниатюрного письма. В общем, долгое время она у нас находилась в фондах. Мы ее вывели в свет в 1975 году, когда был юбилей нашего музея. В 1994 году юбилей музея. И еще в 1980 году из Киевского исторического музея к нам прибыла картина Адама Ицковского «Вид Гомельского замка». Вот эта художественная концепция, которую предложил Адам Ицковский Паскевичу. Что нужно сделать, чтобы вот эта территория обрела вид дворцово-паркового ансамбля. Я хочу сказать, что поступившие вот таким образом предметы, они в экспозиции, их можно сегодня увидеть в наших экспозиционных залах. Но мы хотим верить, что еще вот такие события будут продолжаться в нашей истории. Да, конечно. Вот что меня всегда потрясает, это когда люди такие дорогие вещи, дорогие конкретной семье, фамильные ценности. И дорогие в прямом смысле, потому что это же сумасшедших денег все сейчас стоит, предметы старины, да, старопечатные книги, иконы, украшения, когда люди несут. Потому что, чтобы сохранить для будущего, сохранить не только для себя, а сохранить для нас всех, это безумно ценно. Поэтому столетие музея – это праздник всего Гомеля, всей нашей области. Татьяна Алексеевна, есть несколько вопросов и всего две минутки на то, чтобы на них ответить, которые пришли к нам на Вайбер. Сколько лет самым старым часам из коллекции музея Дворцова-паркового ансамбля? Ну, это часы конца 18 века. Это каминные часы и настольные часы из коллекции Ивана Федора Ильича Паскевича. Экскурсоводы многих музеев мира расскажут о привидениях, которые обитают в залах. А есть ли свое привидение в Гомельском музее? Вообще, владельцы гомельского имения были людьми, мне кажется, крайне благоразумными. Никаких кровавых историй с ними не приключалось. И трагедии любовных тоже. И привидения во дворце тоже не было замечено. Я давно работаю, но как-то не встречала. Не боитесь оставаться в подвале или в фонде поздней ночи? Наверняка же такое бывает, когда вы заставку поздно готовите. Все было всегда хорошо, да? Да, все было нормально. Ну вот они прекрасные были люди, да? Все-таки никаких тут трагедий не происходило. Да, вы знаете, как-то по людям судят по делам ихним, но то, что вот такое наследие оставлено всем, это исторический факт. И я вот здесь хочу сказать, что из подарков, о которых вы сказали, вот я считаю, что это подарок такой очень-очень дорогой. Икона Минея годовая, церковный календарь несколько лет тому назад подарили нам жители города Гомеля, семья Воруевых. Так, хочу сказать, таких вот икон с сюжетами такими, единицы в музейном фонде Республики Беларусь. Это, к слову, что нам дарят. Да, это вот первое, о чем думаем, как же так, ну сколько же это стоит? Да. И последний вопрос на сегодня. Здравствуйте к нам на эти выходные дни. Приезжают друзья из Италии, хотели бы получше познакомить их с одной из главных достопримечательностей города. В связи с этим вопрос, правда ли, что 7 ноября вход на все экспозиции свободный? Правда? Это правда. Это такой подарок? Это подарок гомельчанам, потому что, вы знаете, большое количество предметов музейного значения были в свое время подарены гомельчанам. Причем это традиция, которой 100 лет. И я думаю, что мы тоже отблагодарим и своих дарителей, и тех, кто может задумываться над этим, и просто наши гомельчаны, гостей города, которые придут к нам 7 ноября. На день рождения. На день рождения. Татьяна Алексеевна, спасибо огромное. Пролетела передача просто как будто бы за несколько минут. Благодарю вас. Спасибо. Счастливого, хорошего, прекрасного, светлого праздника. Спасибо. Главный хранитель фонда в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля Татьяна Шлода была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин